Все мы прекрасно знаем, что в годы войны регулярным армянским войскам в Карабахе противостояли разрозненные отряды самообороны, которые зачастую не имели координации даже друг с другом. Лишь в середине 1993 года, когда к власти вернулся Гейдар Алиев, стали предприниматься шаги по формированию армии. Но за несколько месяцев нельзя навесать то, что было упущено годами. Об этом сказал российский журналист-аналитик, специалист по межэтническим конфликтам Евгений Михайлов. После мая 1994 года Баку стал формированными темпами усиливать азербайджанскую армию. После избрания Ильхама Алиева президентом он стал придавать особые значения усилению вооруженных сил. Мы же видели, как из года в год Азербайджан увеличивал свой военный бюджет, закупал в России, Турции, Израиле, Беларуси самые новые и самые мощные вооружения и технику. Сегодня азербайджанская армия не просто самая мощная на Южном Кавказе, но и входит в 50 сильнейших армий мира. А что же Армения? Не хочу особо сгущать краски, но Азербайджан смог использовать время в свою пользу, а вот Армения не смогла. Да, она захватила Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему азербайджанских районов, но радость армян была недолгой. Армения оказалась не просто в блокаде, но и отрезанной от региональных экономических, энергетических, транспортных проектов. Экономика ее пришла в полный упадок и с года в год увеличивается депопуляция населения. Хуже всего стало Армении, когда к власти в Ерване пришел так называемый Карабахский клан, который стал нещадно грабить и страну, и граждан. И армяне стали, так сказать, голосовать ногами. Если Армения и выиграла первый раунд войны с Азербайджаном, то победа это однозначно первого. Еще хуже дела обстоят в самом Карабахе. Этот регион издавна был тесно связан экономически именно с Азербайджаном, а не с Арменией. У Еревана нет возможности прокормить самого себя, чего уж тут говорить о Карабахе, где сегодня вряд ли проживает даже 50 тысяч человек. Как итог, многие жители Карабаха в душе понимают, что напрасно поддались националистическому угару в 1988 году, и что в составе Азербайджана им жилось намного лучше. Тем более, что они могут сравнивать свой жизненный уровень и то, как живут в остальном Азербайджане. То есть громко лопнул мыльный пузырь под названием Миацум. Ни одна страна мира, ни одна международная организация не поддержала оккупацию Карабаха. Что касается заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что, мол, армянские и азербайджанские народы достойны мира и прогресса, призываю всех действовать во имя этой цели, мое отношение следующее. Как и к другим его заявлениям и призывам, не отношусь к этому заявлению всерьез. Да, азербайджанцы и армяне достойны мира. Но что сделали власти Армении для этого? Не Азербайджан начал эту кровопролитную войну. Не азербайджанцы покусились на земли соседей. Не азербайджанцы совершили геноцид в Ходжале. Я поражаюсь терпенью Азербайджана. Баку много лет демонстрирует принципиальное терпение, сохраняет надежду на то, что с помощью переговоров удастся убедить власти Армении соблюдать международное право и вывести армянскую армию с территории Азербайджана. Если бы Пашинян действительно родил о мире, то первым шагом к нему должен был бы стать безоговорочный вывод армянской армии из Карабаха. Но этого не происходит. Наоборот, власти Армении продолжают вводить в заблуждение как свое население, так и международные сообщества, выступая с бессмысленными заявлениями и циничными призывами к миру. В Ереване понимают, что Баку никогда не согласится на отторжение своих территорий и рано или поздно вынужден будет прибегнуть к силе. Если Армения и дальше будет тянуть резину, то что останется делать Азербайджану? Баку не будет вечно вести переговоры и в какой-то момент поймет, что единственным способом возврата территорий является война. Но с учетом вышесказанного хочу сказать, что в Армении есть понимание того, что они не смогут долго противостоять азербайджанской армии, которая в разы сильнее армянской. Это уже не будет война 90-х годов. Именно поэтому в Ереване так судорожно мечутся, призывают к миру, встречаются с посредниками, лишь бы отсрочить этот момент. Но мир между Азербайджаном и Арменией в принципе невозможен, пока одна страна продолжает оккупацию территории другой. Как бы цинично это ни звучало, рано или поздно, если ничего не предпринимать, то война неизбежна. И проигравшими в ней, по моему мнению, и учитывая военный потенциал конфликтующих сторон, будут Армения и армянский народ, которого в очередной раз подставили собственные политики.